Этот день мы приближали как могли. День снятия ограничительных мер на посещение музеев их сотрудники очень ждали. А строчкой из песни «День Победы» назвали новую экспозицию в Слободском краеведческом музее. Первую после периода изоляции. Она открылась 22 июня и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За годы войны Слободским райвоенкоматом было мобилизовано на фронт более 20 тысяч слобожан. На выставке можно увидеть фотографии наших земляков, которые бились с врагом с первых дней войны. Представлено это первое фото, это те первые призывники, которые сами пришли и подали заявление о вступлении в ряды в Красную Армию. И также это защита Брестской крепости. Также в экспозиции представлены портреты наших героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы и личные вещи участников Великой Отечественной войны, которые они сами или их потомки передавали в музей в разные годы. Среди них медали и уцелевшее боевое платье фронтовой медсестры Антонины Николаевны Добрыниной, которая прошла войну с 311-й стрелковой дивизией. Есть и форма участника Парада Победы на Красной площади в июне 1945 года. Также представлены личные вещи Кряжева, представлен боевой трофей, ручка с двери Рейх-канцелярии и представлена инсталляция в виде палаты Ивака-госпиталя. Инсталляция посвящена Ивака-госпиталю 1734, один из корпусов которого размещался в здании Краеведческого музея. Дату окончания работы выставки этот день мы приближали как могли, сотрудники музея пока не называют. Говорят, будет работать долго, все-таки год памяти и славы продолжается. Потому слабожане успеют ее посетить. Правда, пока экскурсии проводятся только для небольших семейных групп, от двух до пяти человек и по предварительной записи. Продолжение следует...